Физкультурно-оздоровительный клуб «Одинец» на протяжении 14 лет объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья. У каждого спортсмена своя история, но все они любят спорт и активный образ жизни. Я работал в «Десятке», ну вы знаете, у нас в «Одинцове». Ну и там, короче, в забое у нас обвал случился, мне руку-ногу оторвало. Ну я, конечно, расстроился первое время, а потом вот наш тренер Андрей Ахмедович Толсултанов, я зашел, ну до этого я ходил, когда здоровый был, зашел, он говорит, давай приходи. Я говорю, мне как-то неудобно, говорю, это теперь. Он говорит, приходи и все. Ну и начал, короче, гири поднимать опять, ядро толкать. И вот сейчас езжу на Россию, на ядро, второе, третье место занимаю. Наш клуб возник в 2004 году, объединяет он людей с ограниченными возможностями здоровья, которые желают заниматься спортом, не желают скучать, просто сидеть дома и смотреть телевизор. Они приходят к нам, занимаются, получают удовольствие. Идея создания клуба для спортсменов-инвалидов принадлежала Виктору Куренцову. Он, как никто другой, понимает, насколько важен спорт для этих людей. Когда-то олимпийский чемпион создал этот клуб, а сегодня благодарные последователи тяжелоатлетов, его честь, учредили спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Укрепляя мышцы, вы приобретаете здоровье и забудете навсегда, что у вас где-то что-то болит. Я сам отхожу с палочками, но отбираюсь до балкона, у меня гантели там есть, занимаюсь, размялся и почувствую себя лучше. Так что желаю вам здоровья. В Одинцово приехали спортсмены из Волоколамска, Солнечногорска, Протвино. К этим соревнованиям участники готовились с особым рвением, дополнительно тренировались, оттачивая мастерство. Посмотреть на внешнюю молодежь, они либо где-то сидят там в интернете, никакой мотивации в дальнейшем у них никакой нету, а у наших ребят с удовольствием, они приезжают, занимаются, так что в этом плане работаем. Спорт, он создал меня как личность, вот, я очень благодарна родителям, что именно отдали меня в спорт, потому что, ну, я вот прекрасно на данный момент понимаю, что если бы не спорт, я бы прожила совершенно другую жизнь, то есть это было бы совершенно другой человек, спорт для меня дал все, ну и в то же время я выбрала профессию, связанную с ним, то есть он повлиял на меня очень сильно. Меткость, силу и выносливость в этот день демонстрировали как взрослые, так и дети. Некоторые спортсмены не справились с волнением, не смогли побить свой прошлый рекорд в такие минуты, сложно сдержать слезы. Здесь важна поддержка команды. Мы хотим, чтобы они и развивались, и поддерживали себя, да, и, безусловно, соревновательный режим, он важен, он интересен, да, у них появляется азарт. Упор дается на силовые дисциплины, потому что Виктор Григорьевич у нас тяжелоатлет. У нас сегодня жим лежа, у нас гиревой спорт, у нас у женщин и девочек упражнения пресс, у ребят и мужчин, у них отжимания от пола. Спортивный праздник Одинцовского района для спортсменов-инвалидов станет традицией, будет ежегодно проходить в день рождения великого тяжелоатлета Виктора Куренцова. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.